Сегодня я постараюсь перелести старые миры Майнкрафта на самые новые. Меня зовут Ханди, погнали. Кучать CD буду вот здесь. Итак, тут есть много всяких разных карт, и нам надо выбрать самую лучшую. Я остановился на этом выборе. Скачиваем эту карту и заходим в Майнкрафт. Импорт мира успешно завершен. Только вот жалко, что здесь недоступны достижения. Майнкрафт нас просит обновить этот мир. Обновляем. Ну вот я и здесь. По сути, это мир, который сгенерировался прямо с обычным биомом, то есть грибным биомом. И посмотрите, тут есть какой-то огромный разлом. Что это за жесть? Почему-то там родит гробяная корова. Как-то она меня пугает. Я пугал по этому миру и ничего интересного не нашел, поэтому пошли дальше. Следующая на очередь десерт, это старая саванная деревня. Как вам такое? Обновляем мир. Почему-то я появился в Креативе, но да ладно. Так, тут есть такая деревня. Почему-то, кстати, плохое качество, я не знаю. О, вы посмотрите, тут есть кузница. Что же здесь будет? Надо посмотреть, что здесь на дочке. Ну, неплохие вещи. А здесь, кажется, дом мясника, и да, я прав. Здесь живет мясник. Тут их аж два. Привет, пацаны. А здесь живут самые нищие жители. Наверное, здесь. Да, жесть, что ты тут делаешь? В общем, неплохой мир. О, немного отлетев, я нашел пустынный храм. Надо посмотреть, что здесь будет. Неплохо. А тут должна быть тайная пустынная комната. И да, она здесь есть. Она выглядит вот так. Ну что ж, погнали вводить следующую карту. А следующая на очереди карта, это пустыня. Пустынная старая деревня. Да, даже жители отходят с профессией. Офигеть, какие старые дома. А зачем, интересно, этот пустой дом? И тут даже есть собственная библиотека, вы посмотрите. Да, тут есть книжные полки. И все это на 1.20. Еще я нашел кузницу, в которой лежали нифига себе какие вещи. 10 золота. Не золота, а железо. И нагрудник. Еще здесь есть собственный огород. Ну, я вам так скажу, неплохая деревенька. Следующая на очереди сидит, это игл. Но не простая, а с подвохом. Стоп, что, простите? Под ковром должен быть тайник. И да, вот он, спускаемся сюда. Жесть, как далеко. Ну, вот мы и тут. Надо исцелить зомби-жителя. Тут есть сундучок, в котором есть золотое и обычное яблоко. И зелье слабости. Ломаем клетку, бросаем зельку. И кушай золотое яблочко. И исцеляйся. Как к нему можно, интересно, попасть? Ой, ой, блин, ё-моё. У меня одно хп, надо отсюда уходить. Он меня убил. Следующий на очереди сидит, это останки динозавра. Давайте посмотрим. Итак, я появился в мире. И да, тут реально останки динозавров с углем. Добавят ли в Майнкрафт этих динозавров? Потому что я думаю, это будут очень огромные динозавры. Вот я и эта кость. Следующая карта, это деревня с мангровым болотом. Что за жизнь? Ну, хотя бы качество стало лучше. На творческом я нашёл недалеко мангровые болоты. И давайте лететь прямо. Да, я нашёл деревню. Только вот почему она новая, неизвестно. Наверное, она обновилась, что ли? Какой-то странный колодец. Вам не кажется? Что же с ним мы тронем? Отважить для того? Оу, май гад, он на нас побежал. Надо быстро отсюда бежать. Ёшкин крон. Он так странно бежит, хрипово. Быстрее, быстрее бежим отсюда. Я в домике, и ты мне ничего не сделаешь. Ха-ха-ха. Как забагать голема? Легко и просто. Посмотрите, он даже меня не трогает. Я просто могу его убить. Без проблем. Как же я его быстро убил? Изи. Следующая старая карта, это болотная деревня. Ну вот я иду. В чём проблема? Когда я делаю старые карты, у меня плохое качество. А когда я делаю новые карты, качество хорошее. Кстати, я посмотрел этот мир с достижениями. Поэтому это прикольно. И да, тут есть этот домик. Также в болоте есть и библиотека. Это достаточно тоже прикольно. Ну и самое важное, это, конечно же, кузница. И да, тут есть тоже свои прикольные вещи. О, тот самый болотный житель, привет. И те самые старые фонари. Стоп, объясните, почему гриб растёт не на земле? Ну и как на версии 1.20 без лягушек? Ну я считаю, что на 1.20 эта деревня тоже прикольная. Следующая карта, это какой-то остров. Ну погнали. Что за жесть? Кстати, я прибыл к какому-то грибному острову. Прикольно. Ну короче, я считаю, что этот сит не такой прикольный. Погнали дальше. Следующий сит, это плавучая деревня. И рядом есть крепость, прям под водой. Ну вот я и тут. Почему в этой деревне столько много лучников? За шерсть? В конце показа карты я спущусь в этот глубокий колодец. Тут даже библиотекарь есть. И даже свой собственный мясник. Давайте нарубим дерево и скрафтим кирку, чтобы проломать вход в Стронгхолд. И посмотреть, будет ли там портал Вен. Крафтим кирку и спускаемся под воду. Давай, 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 давай. Да блин, кто меня бьёт? Быстрее, быстрее. Нет. Ёшка Крот. Кто это? О, нет, это два малыша. Ёшка Крот, давай, давай. Ииии. Нет, только не на это. Давай, я должен успеть, я должен успеть, я должен успеть. Нет. Ладно, давайте тогда слетаем сюда на творческом. Посмотрим, что здесь будет. Или, вернее, не слетаем, а посмотрим, что здесь будет. Короче, тут очень много воды, но я почему-то портала до сих пор не вижу. Зато я нашёл сундучок, где была пластинка. А в другом зачарованная книга на морозную посту, бронебоинность и, короче, другое. А когда я зашёл с другой стороны, я нашёл библиотеку, где был сундучок. И в сундуке я нашёл шаблон и несколько зачарованных книг. Там должен быть ещё один сундучок, давайте посмотрим, что же там будет. Ещё один шаблон. Я искал очень много где, но почему-то портала я не находил. Раз портала я не нашёл, давайте посмотрим, какой глубокий колодец. Ну, не такой прям глубокий, но всё равно. Какая вам карта понравилась больше всего, пишите в комментариях. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Ну, а с вами был я, Ханди. Пока-пока. И скин я скоро изменю. И да, я за тобой слежу. Пожалуйста, подпишись и поставь лайк.